Коллеги, здравствуйте! Рады приветствовать вас всех на нашем очередном вебинаре Циклорайд Систенобилити, уже в 45-м. Сегодня он посвящен такой теме, как экономика изменения климата, перспективы развития различных секторов в условиях климатических ограничений. В гостях у нас, в виртуальных гостях, Михаил Анисимович Юкин, эксперт Международного центра устойчивого и энергетического развития под регидой ЮНЕСКО, основатель и генеральный директор компании «Кармен Лаб». Михаил Анисимович, большое вам спасибо за то, что решили присоединиться к нам всем в качестве спикера. От меня будет совсем небольшое поступление, и потом я передам слово Михаил Анисимовичу. Еще задолго до того, как был опубликован доклад «Пределы роста» Римскому клубу в 1972 году, был такой экономист и по совместительству священник Томас Мальтус. И в начале XIX века у него была такая теория, что народное население постоянно увеличивается, но в конечном итоге приходит к некой границе, к некому пределу. Тогда он связывал это с нехваткой продовольствия, и происходит некий откат. И человечеству попадает в некую условную ловушку мальтузианскую, из которой потом оно вновь и вновь вынуждено выбираться. Сегодняшняя проблема изменения климата, проблема глобальная, она говорит нам о том, что необходимо менять наше представление о факторах роста, искать новые векторы роста, отказываться от использования ископаемого топлива, иначе мы можем угодить в эту современную тематическую, условно говоря, мальтузианскую ловушку, выбрать из которой будет очень сложно, потому что ее последствия обойдутся всем нам очень дорого. Собственно, вот о таких климатических ограничениях в контексте России, и в контексте российского бизнеса, и в контексте корпоративных климатических стратегий сегодня нам расскажет Михаил Анисинович. Пожалуйста, подключайте слайды, я выключаюсь и передаю вам эфир. Здравствуйте, коллеги, я надеюсь, что видно и слышно. Значит, вот наша задача сегодня попробовать поговорить и про климатические ловушки, и про то, какие ограничения климатические изменения накладывают на возможности развития различных секторов, и что же с этим делает Россия с ее климатической и экономической стратегией. Ну, раз мы говорим про климатические ограничения, наверное, надо сказать о том, что мы имеем глобальное потепление, да, вот на этом слайде довольно, мне кажется, наглядно представлено. Левая сторона показывает, как этот тренд выглядит сегодня на самом деле. Где-то с середины прошлого века каждая десятилетка следующая теплее предыдущей, и пока никаких сбоев нет. Причем можно даже заметить, что и отрыв нарастает, как бы, да, там все. Чем дальше во времени, тем дальше мы убегаем от предыдущего десятилетия. Вот, самые теплые 10 лет за всю историю наблюдения, начиная с конца прошлого столетия, пришлись на последние 15 лет, а самые теплые 7 лет из них, это как раз и есть последние 7 лет хронологически, да, с 14 по 20. Прошлый год мог бы стать рекордным по средней температуре за год, если бы не эффект Ла-Нинья, который случился в октябре, да, вот, из-за этого 20-й год не перебил 16-й, он оказался рядышком с ним. Вот, всякие разговоры о том, что прошедшая зима была рекордно холодной и несостоятельной, прошедшая зима оказалась восьмой самой теплой, да, попала в десятку самых теплых под номером 8. И наряду с неожиданным, так скажем, холоданием в некоторых частях, особенно в средней широте, да, в районе Арктики было очень тепло. И, собственно говоря, от этого перемещения холода в среднюю широту было вызвано как раз тем, что там, где надлежало быть холоду, там было неожиданно тепло, и даже рекордно тепло. Ну, понятно, что этот эффект вызван в деятельности человека, сегодня в этом уже никаких сомнений нету. Всякий разговор о том, что может быть там что-то где-то в галактике несостоятельное по многим причинам, доказано, показано, на каком подтверждено, что этот эффект связан с накоплением парниковых газ в атмосфере, причем стремительным, какого никогда в жизни не наблюдалось. И, собственно говоря, этот эффект создает такую дополнительную изоляцию, подушку, что ли, вокруг Земли, которая удерживает тепло, отходящее от планеты. То есть так бы оно улетало в космос, а так оно задерживается и возвращается обратно. Примерно градус, чуть больше выбросы парниковых газов человеческих, как бы добавили к тем 33 градусам, которые были и без того. Значит, этот график показывает, что, собственно говоря, происходит с оборудованием парниковых газов. Левый график – это просто выбросы СО2 до 2019 года включительно. Видно, что, несмотря на все разговоры и все формально предпринимаемые, вроде как, меры по стабилизации сокращения выбросов, мы имеем, кажется, почти экспоненциальный рост. В 2020 году случилось падение примерно на 5% из-за ограничений, из-за локдауна, грубо говоря. Но это еще пока не тренд, а это пока еще только несчастный случай. Чтобы это стало трендом, нам нужно реализовать проект Green Recovery, то есть восстановление экономики по зеленому пути, чтобы, не дай бог, не вернуться назад к тому моменту, с которого это падение, собственно говоря, и началось. То есть если брать по накопленному вкладу в увеличение концентрации парниковых газов, то на первом месте оказываются Соединенные Штаты, на втором месте почти с двукратным отставанием находится Китин, на третьем месте тоже с двукратным отставанием находится Россия. То есть мы третий по степени влияния на изменение климата. Если будет так, как идет сейчас, это будет означать, что к концу столетия температура может подняться еще примерно на 5 градусов, с некоторой вероятностью больше, чем на 6 градусов. И тогда это будет просто коллапс. При такой зренной температуре, при таком распределении температур по земному шару, жить на земном шаре будет крайне трудно, если вообще возможно для такого вида, как человек. Одновременно мы будем наблюдать повышение уровня Мирового океана, его закисления, потому что концентрация СО2 там будет расти. Ну а расширение будет происходить по двум причинам. Во-первых, тепловое расширение. Во-вторых, потому что будут таять ледники, находящиеся на континенте. В частности, будет таять Антарктида и будет таять, и уже на самом деле стремительно тает Винландия. Причем миллиардами тонн в год увеличивается приток воды в океан. Это сопутствующие явления, которые мы наблюдаем тоже неблагоприятные погодно-климатические и стихийные бедствия, в частности, наводнения, засухи, волны, жары и все, что нам мешает жить. Сама по себе высокая температура тоже сказывается на состоянии здоровья, там обостряются все мыслимые заболевания. Есть такая известная поговорка, что от холода защититься можно, а от жары нет. И это принципиальная разница. Есть всякие гуманитарные измерения, сколько мы потеряем в доступности воды, сколько мы будем иметь проблем с доставками продовольствия по причине увеличения средних температур и увеличения засух. Ну и есть какие-то экономические оценки, которые показывают, что для глобальной экономики это тоже проходит не бесследно. Уже сегодня примерно полтора процента мирового ВВП. Это только потери, связанные с действившимися стихийными бедствиями. И к 1975 году ожидается, что будет до пяти процентов мирового ВВП. Причем в некоторых странах больше десяти. И это будет означать, на самом деле, что в этих странах экономики будут не развиваться, а сжиматься. Особенно это будет касаться слаборазитых стран. Островные государства, находящиеся в районе тропиков и субтропиков, они там не очень у нас высоко развиты. Для них это будет, конечно, колоссальная проблема. Отсюда с этой проблемой будет связана миграция. Пока эта миграция носит внутренний характер. Нет понятия климатического беженца, но определенные разговоры о том, что это может произойти, уже ведутся. По оценкам, к 1950 году до 200 миллионов человек может оказаться в статусе климатических беженцев. А по разным оценкам диапазон от 25 до 1 миллиарда. Здесь от того, как быстро будут таять ледники и как быстро будет исчезать из доступных ресурсов пресная вода. Особенно в Латинской Америке и особенно в Центральной Азии, где, собственно говоря, ледник является главным источником пресной воды. Он питает реки. Во многих регионах уже объявлен режим чрезвычайной климатической ситуации. Это не то же самое, что климатическое бедствие, но где-то рядом. То есть это фактически означает, что нет более важной проблемы, чем проблема меняющегося климата, которая создает всевозможные неудобства для жизни. И поэтому что-то с этим надо делать. Ну в России тоже, я не буду особо много про Россию, скажу только, что в России примерно в 2,5 раза быстрее теплеет, чем в целом по планете. На северах, в районе Арктики теплеет 4-6 раз быстрее, чем в среднем по планете. Из-за того, что исчезают льды и образуется вода, которая притягивает дополнительное тепло. Ну и с этим связаны всякие неприятные вещи типа лесных пожаров. И самое, наверное, неприятное для России – это тающая мерзлота, которая создает проблемы для всех наших добывающих отраслей. Когда-то считалось, что богатство России должно прирастать Сибирью. Теперь выясняется, что оно может также точно и Сибири не прирастать, а наоборот. Потому что Сибирь уже нынче не так, и многолетние мерзлые грунты ведут себя не так, как мы привыкли. То есть они теряют несущую способность. Сваи уходят глубоко под землю. Мы видели это на примере катастрофы прошлого года в Томатаймыре. Мы и в других местах тоже, в принципе. Поэтому это, по-видимому, в ближайшее время во весь рост станет задача поиска альтернативных путей энергоснабжения России. Потому что мы сегодня запитаны, грубо говоря, по нефти и по газу. Как раз от тех месторождений, которые находятся в районе тающей мерзлоты. Если она будет таять с карелем, как это происходит сегодня, то мы столкнемся с проблемами доступности ресурсов уже очень и очень быстро. Ну, пропущу. Важно еще что. Эта карта нарисована Росгидрометом. Она фактически показывает, что нет такого региона российского, который не был бы в зоне того или иного климатического риска. И нет такого региона, который был бы гарантирован в плюсе от того, что климат меняется. Есть трагические несовпадения между тем, где вроде как складываются благоприятные условия, например, на севере, где, например, влитится элитационный период. Но мы там ничего не выращиваем. У нас там промышленность. А там для нас сельское хозяйство. Там, скорее всего, будут засухи и очень высокие температуры, которые будут неблагоприятно сказываться на урожае. Урожаю тоже не надо 35 градусов. Ему надо максимум 27. Какой главный источник выбросов парниковых газов мы сегодняшний день имеем? Это, конечно, сжигание всякого рода изопаемого топлива. Уголь, нефть, нефтепродукты и природный газ во всех его видах. Право показано более-менее распределение, где мы чего сжигаем. Ну и суммарно на эти источники приходится примерно 3 четверти. Без малого 75% выбросов. Крайне мере, СО2. Но на самом деле не только СО2. Там еще и метан, и закись азота. Связано с добычей, транспортировкой, сжиганием всяких видов топлива. Все это мы имеем. Поэтому главная задача, если мы хотим как-то проблему с изменяющимся климатом решить, это надо решить проблему сжигания ископаемого топлива в первую очередь. На втором месте, как ни странно, это продовольствие. Выбросы, связанные с продовольствием, то есть с обеспечением продуктов и питания, приходится примерно честь от видусов, включая в том числе и выбросы, связанные с транспортировкой, то есть с использованием разных видов транспорта и, соответственно, энергии при производстве цельхозпродукции. Главный документ, который регламентирует сегодня деятельность мирового сообщества по ограничению и смягчению климатических изменений, это Парижское соглашение 2015 года. 2021 год – это первый год, когда мы живем в условиях парижских ограничений. Тотого действовал документ, который назывался Киотский протокол, но фактически второй этап и последнее его действие закончится в 2020 году. И в 2021 – это первый год, когда международный правовой режим регламентируется, определяется Парижским соглашением. Россия тоже является участником этого соглашения с сентября 2019 года. Вкратце, цели и задачи сформулированы прямо в одной статье, статья вторая, три единая фактически такая цель, ну как бы не допустить, ну или удержать рост средней температуры в пределах заведомо ниже 2 градусов относительно до индустриального уровня и сделать всевозможность, чтобы температура не поднялась больше, чем на полтора, а сегодня она уже на один скопеку не поднялась. Одновременно для достижения этой цели необходимо обеспечить переход в глобальном масштабе к низкоуглеродной модели развития экономики, то есть такой экономики, которая не сопровождается выбросом атмосферы парниковых газов, но и которая могла бы быть в максимальной степени адаптирована к тем экономическим изменениям, которые являются уже на сегодняшний день де-факто неустранимыми. Ну и третья цель, которая там сформулирована, это переформатировать финансовую систему таким образом, чтобы она направляла средства прежде всего на решение задачи декарбонизации. То есть в те сектора, которые не производят выбросы, а производят оборудование для их снижения или производят альтернативную энергию. Ну и статья шестая говорит о том, что все участники должны как можно скорее выйти на пик, то есть остановить дальнейший рост выбросов парниковых газов и приступить к их решительному снижению с тем, чтобы выйти на баланс антропогенных выбросов и антропогенных же поглощений из атмосферы парниковых газов, то есть фактически свести выбросы или не выбросы к нулю или к отрицательным значениям. Очень важно, я подчеркиваю здесь слово «антропогенные», потому что в российском законопроекте написано, что выбросы должны не превышать поглощение лесами и океаном, и это катастрофа. Поглощение океаном никак не связано с деятельностью человека. И поглощение не всеми лесами, тоже связано с деятельностью человека, а только управляемыми лесами. Я очень надеюсь, что ко второму чтению этот пункт они все-таки поправят, чтобы это не выглядело уж прям совсем таким, как сказать, некорректным утверждением, которое бы противоречило задачам Парижского соглашения. Есть понятие бюджет выбросов. Сколько выбросов мы себе еще можем позволить, чтобы уложиться, если мы хотим уложиться в отведенные ограничения портитемпературы. Коротко, если говорить, то на траектории потепления на 2 градуса, я считаю, от 2021 года начинай, мы себе можем позволить еще примерно 1 триллион тонн СФ2, это примерно 25 лет. То есть мы сегодня примерно, как человечество, выбрасываем атмосферу где-то около 40 миллиардов тонн в год. Значит, если остался 1 триллион, значит, вот 25 лет. Если мы хотим уложиться в 1,5 градуса, то у нас остался бюджет где-то порядка 300 миллиардов, значит, у нас 8 лет более или менее. Если мы будем выбрасывать теми же темпами, что и сегодня. Поэтому задача заключается в том, чтобы как можно скорее отвернуть, грубо говоря, от опасного тренда, начать выбросы сокращать и к 30-му году сократить их наполовину по возможности, а к 50-му году сократить их совсем. Чтобы выбросы не превышали поглощения. Значит, если мы будем медлить, вот правый два графика показывали, траектории 2, траектории 1,5 градуса, то каким должно быть снижение для того, чтобы все еще иметь возможность уложиться вот в эти отведенные ограничения. Ну и понятно, что чем дольше мы тянем, тем дольше мы медлимем, тем решительнее и быстрее надо будет сокращать. Фактически это будет означать необходимость резать по-живому, что крайне тяжело для любой экономики. А если мы хотим более или менее плавно повернуть, как только и может поворачивать большая экономика, нам надо начать это делать на вот уже завтрашнего дня буквально. В противном случае вот левый нижний график показывает, куда мы улетим, если мы этого не сделаем. Собственно говоря, я с этого не начал. Кто сегодня в авангарде? Примерно 120, уже даже больше стран, которые объявили о том, что они готовы к 50-му году попытаться выйти в ноль. В каких-то странах это даже записано в законодательстве, например, в Швеции, в Великобритании, во Франции, в Дании, в Новой Зиланде. В каких-то странах это существует законопроектов, например, как в Евросоюзе в целом, в Южной Корее, в Чили, на Фиджи, а где-то это, так сказать, формулировано в составе экономической и климатической политики. Ну, в большинстве стран. Это так. Некоторые страны собираются выйти в ноль раньше 50-го года, например, Норвегия, например, Фильмяндия, Норвегия к 30-му году, то есть, естественно, 50-е, на самом деле, к 30-му собиралась. Фильмяндия к 35-му году, Швецк к 45-му году. Ну, то есть, вот есть страны, которые идут с опережением. И есть две страны, которые сказали, что они сделают это к 60-му году. Это Китай и Казахстан. Пока, по крайней мере, они вот объявили выход в режим Net Zero, то есть, вот чистый ноль к 50-му, к 70-му году. Но, если мы будем анализировать, за счет чего, собственно говоря, можно выйти в нуль, или хотя бы к нулю приблизиться, чтобы заведомо уложиться в антропогенное поглощение. Вот у нас есть такая простая формула, которая увязывает выбросы левой стороной, да, с численностью населения, объемом потребления ресурсов. Ну, и вот это вот выражение слов, где энергоемкость, и, соответственно, углеродоемкость производства энергии, и углеродоемкость, не связанная с энергией, а, например, связанная сельским хозяйством и промышленностью. Ну, и, в общем, понятно совершенно, что у нас есть только три параметра, которые в скобках, которые можно по большому счету попытаться разумным образом каким-то образом уменьшить. При этом надо иметь в виду, что энергетика и снижение энергопотребления, энергоемкости, как правило, означает рост потребления. Так устроена нынешняя человеческая цивилизация, что она не столько норовит экономить энергию, сколько норовит больше производить и больше потреблять. Вот. Отсюда вывод, что у нас есть только два этих вот сиэнергетические и синеэнергетические, которые только и можно попробовать сделать максимально близкими к нулю. Отсюда, понятно, требования к энергетике, отсюда требования к промышленности, к сельскому хозяйству, да, надо использовать максимально безуглеродные или несуглеродные технологии вместо сегодняшних, которые производят в качестве побочного продукта выброса в атмосферу парникового газа. Для энергетики фактически задача заключается в том, что к 50-му году переформатировать энергетику на основе возобновляемых источников энергии, уйдя как можно дальше от ископаемого топлива. И здесь, кроме электроэнергетики, надо еще иметь в виду, что транспорт это тоже не в этом образом энергетика, потому что там происходит сжигание ископаемого топлива для производства кинетической энергии. Значит, здесь задача заключается в том, чтобы уйти в максимальную сторону электрической тяги, но и теплоснабжение тоже по возможности перевести на электрическое электроснабжение с сегодняшнего теплового. Плюс тепловые насосы, естественно. Регулирование. Раз вы хотите что-то такое свести к нулю, понятно, надо это дело регулировать. Сегодня уже примерно в 80 юрисдикциях по всему миру выбросы регулируются. Так или иначе, в том числе с применением такого инструмента, как природная цена. Грубо говоря, за выбросы за выбросы компании эмитенты должны платить. Вот. И на этой слайде показано, сколько в разных странах мира компании платят или эмитенты платят в виде либо покупки прав на выбросы, квоты, либо в виде налога на выбросы. Вот самая высокая ставка налога на выбросы существует сегодня в Швеции. 123 доллара за тонну СО2-эквивалента. В среднем квота в Европе в прошлом году стоила 28 долларов за тонну, но это было давно, теперь уже можно считать. И после того, как Европа объявила зеленую сделку, цена резко пошла вверх и фактически актуальная цена сегодня это 40 евро за тонну. И тренд пока повышательный, то есть есть ожидание, что квота будет сокращаться, соответственно, каждой единице квоты будет стоить все дороже и дороже. По оценкам, к 30-му году цена на единицу квоты, то есть на евро за разрешение, может улететь до 75-80 евро за тонну. Это такая осторожная оценка. Соответствующая сценарию сокращения выбросов на 55% от 90-го года. То есть как раз ту цель, которую европейцы приняли окончательно в рамках повышения амбиций, связанных с зеленой сделкой. Отсюда уже, кстати говоря, и задача или такой инструмент как углеродное регулирование импорта в Европу, потому что предполагается, что квоты будут не только энергетические компании, но и промышленность, которая сегодня получает квоты бесплатно, завтра будет вынуждена их покупать. И для того, чтобы обеспечить конкурентоспособность внутренних производителей относительно внешних, предполагается ввести такой инструмент как углеродное регулирование импорта. Его иногда по-русски называют трансграничное углеродное регулирование, но это некорректно. Там ничего трансграничного нет, это как раз на границе, а не за границей. То есть в случае, если товар поступает из страны, в которой нет регулирования, или регулирование недостаточно амбициозное, то, видимо, покупатель должен будет как-то компенсировать вот эту вот разницу очень похоже на систему антидемппингового регулирования, только в данном случае есть в этом климатическом демппинге. Что происходит в итоге? В частности, в следствии регулирования, в частности, переформатирования финансового пространства, мы сегодня видим рост инвестиций в зеленые технологии, прежде всего связанные с производством той или иной энергии. в прошлом году был поставлен впервые рекорд, когда объем инвестиций в зеленые энергетические технологии превысил 500 миллиардов долларов, то есть полтриллиона за год, это круто, прямо, скажем, несмотря на пандемию к тому же. Ну, определение, куда в основном, нам это возобновляем энергетику, то есть это солнце, ветер, это электрификация энергоснабжения, это электрический транспорт, вот зеленая, каждый год возрастающая такая колоночка, часть колоночки, это как раз электрический транспорт, это система хранения энергии, это система улавливания выбросов CCS, Carbon Capture and Storage, и на самом верху маленький кусочек только-только зарождающиеся новые водородные технологии. Вообще, предполагается, что водород как раз должен сыграть роль такого интегратора новой энергетики, одновременно выступая и как способ хранения зеленой энергии, и как способ транспортировки зеленой энергии, и как способ подачи этой самой зеленой энергии для производства, ну, например, кинематологической энергии на транспорт. Поэтому, некоторым образом, такая заочная конкуренция между электромобилями на батареях и, возможно, на водородных элементах. Это картинка, которую показывают источники финансирования, очень популярная нынче тема, это евро, зеленые банты, зеленые облигации. Вот в прошлом году тоже впервые был поставлен рекорд общий объем финансирования, как бы, мобилизованные с помощью зеленых облигаций превысил 1 триллион долларов, США, в том числе в Европе, 450 миллиардов долларов, даже больше, 457 миллиардов. Вот это, это, некоторым образом, популярность зеленого финансирования в мире. Вот, это данные о инвестировании, собственно, в зеленую энергетику. Главным образом, это солнце, ветер, немножко биотопливо, биотопливо в последнее время не очень популярно в мире, ну и там прочие источники связанные с зеленой энергией. Вполне себе уже симпатичные такие цифры за последние 10 лет объем вложений при 2,75 триллионов долларов, за последние 3 года без малого триллиона, то есть, так вот, по нарастающей картинке идет. Правый график это вводы мощностей, но за 20-й год я только знаю, что 90% чистого прироста мощности приходится на зеленые источники. Где-то примерно с 12-го года как бы во вводах доминируют зеленые энергообъекты, то есть, солнце и ветер против всех остальных. Вот, и сегодня мы практически уже видим такую ситуацию, что новые объекты на ископаемых видах топлива не вводятся, ну и скорее выводятся, да, без эксплуатации, а на их место вводятся объекты, которые основаны на возобновляемых источниках энергии, то есть, зеленой энергии. Это данные по Евросоюзу на прошлый год. Впервые измолвенные источники энергии привычили в балансе долю традиционных ископаемых источников энергии. Тоже, мне кажется, очень характерный такой пример. Вот, в том числе солнце и ветер превысили значительно уголь, да, если возобновляемый источник гидра, вот, а солнце и ветер это без гидры, они перекрыли, впервые перекрыли уголь. Такой интересный факт. Значит, это такая популярная тема, когда крупные промышленные компании объявляют переход на возобновляемые источники энергии, то есть, будут покупать только зеленую энергию, никакую другую. Ну, соответственно, это, что будет происходить со структурой электроэнергетики, она будет, естественно, так сказать, эволюционировать в сторону все более и более зеленой, соответственно, спрос на уголь, все виды будет довольно быстро падать по прогнозам. А это довольно сложный такой график, но он показывает, как быстро падают на самом деле единичные цены на зеленую энергию. То есть, они падают на самом деле стремительно, и уже сегодня многие виды зеленой энергетики вполне себе конкурентоспособны по сравнению с тракционной СКП энергетики даже с нижними пределами цен на СКП электроэнергию. Там можно спорить, насколько хорош показатель Levelized Cost of Energy, но другого пока все равно не придумали, поэтому приходится оперировать этим. Он показывает не таком образом приведенную стоимость, капитальную стоимость плюс стоимость на период эксплуатации. Это слайд информации о том, как быстро страны собираются отказываться от двигателей внутреннего сгорания, то есть, буквально вводя запреты на продажи на своей территории новых автомобилей из ДВС. И там сегодня такая уже фактически такая уже гонка, кто быстрее это сделает. Ну вот, по-видимому, к 50-му году это сделают уже точно все, а многие сделают это к 30-му, 35-му, 40-му году. То есть, в ближайшие 10-15 лет мы, наверное, будем видеть такой резкий переход от традиционных автомобилей из ДВС к автомобилям, которые работают либо на заправляемых батареях, либо на топливных водородных элементах. Кстати, один из первых указов Джо Байдена, американского президента, был о том, что при обновлении автопарка федеральных ведомств они должны прежде всего пересаживаться на электромобили американского производства. То есть, фактически запрет на обновление автопарка федеральных структур за счет покупки новых автомобилей из ДВС. Отличная такая поддержка. Сегодня практически ни одного крупного автомобильного концерна, который бы не объявил о переводе своей линейки продуктов, модельной линейки на электрическую тягу. Предполагаемый объем инвестиций в ближайшие 10 лет до 300 миллиардов долларов. Кое-какие примеры здесь приведены. General Motors собирается вложить сумасшедшие деньги, порядка 35 миллиардов долларов. Ford порядка 30 миллиардов долларов. И больший объем этих денег, судя по всему, пойдет в Китай, где созданы все возможности для развития этого направления. Все считают своим долгом обязательно вложиться в экономику Китая для производства там дляеленных автомобилей. это объем инвестиций в электрический транспорт за последние пять лет. В пандемийный год объем инвестиций составит на почти 140 миллиардов долларов. Ну и так видно, что идет по нарастающей. И больше как раз это пассажирский электрический транспорт. Вот эта высокая зеленая колонка это как раз есть легковые автомобили. В России кстати говоря тоже две компании уже объявили о том, что они переходят на электрический двигатель. Правда об иностранной. Одна компания это Volvo которая сказала что будет делать электрический грузовик. Другая компания это Ford которая сказала что будет делать электрический коммерческий фургон. Ну типа знаете таких относительно небольших машин которые разводят грузы по торговым точкам там еще что такое. Вот этот коммерческий грузовичок маленький фургончик тоже будет теперь электрическим у Ford. Это объемы продаж по прошлому году электрических автомобилей. По доле в продажах лидирует Норвегия. Примерно 75% продаж автомобилей это а по абсолютному объему продаж электромобилей лидирует Китай с большущим отрывом. Там было продано миллион 250 почти тысяч штук электрических автомобилей. Поэтому видимо дальнейшая автомобилизация Китая пойдет по направлению электрическому а не по направлению ДВС. Что будет конечно означать очень скорое выпадение Китая из пула потребителей нефти нефтепродуктов. Ну и вот тоже такая же инициатива как с Электрик Викол крупной компанией о том что переводят свои автопарки на электрический двигатель. Ну должен сказать что водородный автомобиль это тоже электрический двигатель поэтому как бы тут могут быть разные варианты решения вопросов. Это прогнозы спроса на нефть. Вот левый график это несколько вариантов предложенные международным энергетическим агентством а правые графики это нарисованные компаниями Биби и Таталь. Соответственно по некоторым оценкам возможно 19-й год был на самом деле пиковый но есть ощущение что наверное все-таки нет и 21-й год наверное перекроет 19-й судя по тем трендам которые наблюдаем сегодня в любом случае ну еще там 3-5 наверное максимум лет есть у традиционной нефтяной отрасли даже а дальше начнется скорее всего перегиб это будет другой рынок потому что нефтяные никого не комфортно было развиваться в условиях стратегически поднимающегося рынка а в условиях падающего рынка они пока еще не жили и скорее всего это будет совсем другая история там никакой ОПЕК скорее всего уже не поможет и скорее всего будет такая такая борьба всех со всеми и каждый за себя ну потому что временное ограничение на добычу имеет смысл если они именно временные то есть если мы понимаем что за этим последует возвращение рынка на прежние позиции или может быть даже выше прежних позиций если мы точно знаем что следующий год будет ниже предыдущего то ОПЕК не тот механизм который может проблему решить развитие дорогных технологий тоже уже на самом деле не столько из области фантастики сколько из области полно практических проектов вот на этом слайде представлен проект Hybrid который реализуется в шведской провинции Норботтон это фактически создание мощности по прямому восстановлению железа с использованием водорода в качестве восстановителя причем зеленого водорода который предлагается получать за счет использования гидроэнергии там в этом регионе у них избыточные мощности гидроэнергетики и первый завод по производству зеленого водорода там уже построили вот а это похожий типопроект но только в Германии это Тисенкруп но вот он в два этапа реализуется на первом этапе они собираются улавливать отходящий газ содержащий СО2 и делать из него жидкое топливо пластики и удобрения а на втором этапе они собираются уйти полностью от использования углеводородов и углей в частности кокса и тоже перейти на технологию прямого восстановления с использованием водорода это потребует конечно переформатирования всего производственного процесса но вот это поэтому второй этап а не первый но это уже тоже вполне себе практический проект который в том числе поддерживается правительством Германии Две российские компаний в принципе тоже объявили о движении в этом направлении в сторону водородной металлургии первая компания была НЛМК которая создала совместный альянс компаний Новотек а вторая компания это была Металл Инвест которая как раз уже использует технологии прямого выставления железа и производства горячего бликетированного железа которые уже дают меньше выбросов ну и в принципе официально сообщили о том что готовы до 30% фокса заменить на водород уже сейчас то есть это как бы будущее водородных технологий если угодно ну и на этом фоне тоже мне кажется очень симпатичный график это график прошлого года верхняя голубая линия показывает тренд изменения цены компаний акций компаний которые вырабатывают энергию из нуля источников а фиолетовый график нижний это тренд стоимости акций нефтяных компаний но может показаться что как бы ситуация наверное в этом году сильно улучшилась она вот на самом деле улучшилась не сильно вот левый график это по-прежнему это по-прежнему этот самый тренд только за 5 лет я вот взял картинку чтобы было понятно что это вот хвост 21 года он общего тренда не не нарушил то есть он приподнял конечно сейчас мы все видим некоторый скрыт спрос поэтому акции пошли чуть-чуть в гору но до пиков которые там в восемнадцатом году далеко и судя по всему на тот на тот уровень они скорее всего не вернутся вот а правый график это график который показывает изменение цен на акции зеленых компаний которые производят энергию зеленых источников ну там понятно в 21 году они чуть-чуть пошли вниз но это скорее такая корректировка скорее чем изменение тренда на противоположную я так думаю вот это тоже очень интересный график он показывает инвестиции нефтегазовых компаний в зеленые источники энергии вот левый график показывает какие компании отличились больше всего а правый график показывает куда собственно говоря нефтегазовые компании какие предпочитают зеленые проекты зеленые направления уважения это пока еще не бог весь какой объем вот по оценкам которые здесь приведены примерно 6% от общего объема инвестиций нефтегазовых компаний направляется в зеленые проекты это это немного но все-таки это больше чем было предыдущие годы вот одна из проблем не так много стартапов соответствующих в мире они бы может быть больше вкладывали но как всегда деньги есть в проектах не хватает вот а так вполне себе мне кажется уже созревший такой тренд очень характерный ну и вот отсюда мне кажется и вопросы какие отрасли будут испытывать ограничения какие отрасли будут испытывать наоборот приток инвестиций и преодоление ограничений по крайней мере связанных с финансированием по-видимому мы будем наблюдать закат отраслей связанных с производством скопаемого топлива и его использованием и наоборот в ближайшие 10-15 лет я думаю мы будем с вами видеть расцвет зеленых отраслей которые не используют скопаемого топлива а работают на подмогляемых источниках это будет касаться прежде всего энергетики во всех видах транспорта во всех видах систем хранения энергии во всех систем передачи энергии и создания умных сетей передачи энергии ну и развитие безуглеродных отраслей промышленности прежде всего водородные водородные металлургии возможно следом последует наверное и цветная металлургия тоже как-то будет переходить на использование водорода вместо кокса и сегодня его много тоже используется вот как это свяжется или скажется на на России ну в двух словах если ничего предпринимать то по видимому мы будем наблюдать снижение экспорта который будет практически невозможно ничем особенно заместить и если тренд наберет силу вот такую массовую то чем рискуем мы рискуем примерно две трети добычи нефти потому что мы сколько экспортируем в мир две трети мы экспортируем в мир половину добываемого угля и половину добываемого газа то есть вот если брать по верхним оценкам рисков то вот грубо говоря вот вот эти объемы находятся сегодня в зоне повышенного риска связанного с декарбонизацией там глобальной экономики если сходить из того что есть проблемы связанные с собственно физическими изменениями во внешней среде в частности ставящими золотой то оценки будут еще выше отсюда мне кажется самое главное что нам нужно делать это нам нужно вернуться к энергетической стратегии принятой по-моему позапрошлом году да или в прошлом нет позапрошлом 19 и еще раз внимательно на нее посмотреть насколько она соответствует во-первых реалиям макроэкономики глобальной экономики во-вторых насколько она соответствует реалиям климатическим есть ли у нас возможность добывать в таких количествах нефть и газ в условиях тающей межлоты разливающихся так сказать болот и соответственно там потери несущей способности грунтов вот в принципе нефтяники особенно газовщики уже несколько раз говорили о том что ситуация выглядит мягко говоря неблагоприятно для них и уже приходится нести дополнительные издержки связанные с замораживанием мерзлоты и сохранение ее несущих способностей и это может обернуться на самом деле очень большими дополнительными издержками потому что и снижение экспорта может сказаться на увеличении издержек и необходимость поддержания транспортной системы рабочем состоянии в условиях таянии мерзлоты тоже может оказаться дополнительными серьезными издержками вот мне кажется что по-видимому история связанная с природно-ресурсной экономикой наверное находится на излете и надо думать о том какая другая экономика наверное какие другие отрасли придут на смену тем которыми все еще называем базовым понимая при этом однако же что эти базовые отрасли лет 10 наверное а то и больше последние не дают нам никакого экономического роста средний экономический рост за период с 8 года по 21 8 десяток процентов годовых то есть никакого вот и еще одно важное интересное наблюдение рост БВП который мы имели в начале 2000-х годов некоторым образом был такой наведенный отраженный то есть мы рождение не благодаря каким-то внутренним факторам исключительно благодаря тому что годно развивалась экономика Китая и других новых этих быстросвучих хозяйских экономик которые предъявляли спрос на нефть и собственно говоря увеличение объемной продажи экспорта нефти было связано с предъявлением спроса ими а не нами и теперь когда тенденция и когда концепция что называется изменилась и когда лидерами становится не традиционные ископаемые виды топлива а зеленые у нас никаких мне кажется шансов на повторение этой истории которая была в начале двухтысячных по-видимому нету и вот недавно вышла очень хорошая статья или еще не вышла я по крайней мере точно видел Игоря Башмакова с анализом вот этих вот интересных трендов и с показом того какой мультипликатор может нам дать развитие зеленых отраслей в частности солнце ветер водород системы хранения энергии и он показал достаточно мне кажется убедительно что мультипликатор связан с тематикой существенно выше чем у нефти и у газа вот поэтому если мы все сделаем хорошо то вот этот вот зеленый тренд если мы сможем его оседлать то это даст нам основания для как бы надежд на ускорение экономического роста если мы не сможем вовремя оседлать этот зеленый глобальный тренд то скорее всего мы будем наблюдать ну как минимум снижение темпов роста если не сжатие экономики со временем как это было в 90-е годы чего конечно не хотелось бы ни в коем случае спасибо за внимание я готов ответить на ваши вопросы большое вам спасибо за презентацию очень интересно один из вопросов который нам выступил про роль ядерной энергетики в процессе энергетического перехода можете ли вы прокомментировать есть ли место у нее в целом ну есть не могу сказать что доминирующие но условно есть и в общем сегодня есть две тенденции одновременно одна тенденция как бы такая которая говорит что такой лорк есть не надо не надо использовать опасный вид энергии для того чтобы решать другую опасную проблему но с другой стороны есть и оценки которые показывают что не так уж страшен как бы черт как его малюют и при осторожном отношении к энергетике атомной она вполне может быть частью решения этой самой задачи дакарбонизации ну по крайней мере есть оценки которые показывают что не так много даже можно прямо поставить вину атомной энергии как бы человеческих жизней угольная энергетика вынесла гораздо больше жизни через отравление внешней среды через выбросы мелких частиц и так далее с атомной энергетикой прямо такого количества смертей нету но есть понимание что угрозы высоки угрозы есть и там скажем в условиях развития мирового терроризма это небезопасный вид сам по себе энергии но и вторая проблема связанная с атомной энергетикой жутко длинные инвестиционные циклы которые занимают десятки лет вроде бы один из самых продвинутых проектов которые реализуются сегодня реализуются на самом деле уже 20 с лишним лет он был согласован в конце 80-х еще начале 90-х и до сих и его на самом деле запуск эксплуатации объекта на 27-й это безнадежно много солнце и ветер гораздо более маневренные оперативные объекты их можно построить много и быстро тогда как атомная энергетика отнимает жуткое количество времени и там конечно есть не бесспорные вопросы связанные с утилизацией отработанного ядерного топлива и его хранения тоже небезопасный объект и есть вопросы конечно связанные с дезактивацией объекта в случае когда надо его ликвидировать то есть не угольный не солнце не ветер там есть проблемы связанные с утилизацией материалов с которых они сделаны но нет проблемы там смертельной опасности поэтому определенная роль я думаю у атомной энергетики есть но не доминирующая все-таки пока что пока что мир ориентируется на солнце на ветер как на во-первых быстрый способ и относительно безопасный способ спасибо вам за ответ а что касается газа то есть есть ли у него например место в процессе перехода как вот транзитного некого энергоносителя потому что есть разговоры о голубом водороде так называемом и так далее может быть вы тоже могли бы есть такая история да но в принципе это не то чего хочется это палеотивное решение можно его использовать если придумаете куда девать CO2 в процессе производства этого реформинга куда-то его хороните то ладно а если этого не делать то не ладно в любом случае это все равно что сжигать нет вот это первое второе было представление о том что вот природный газ это такой самый чистый самый низкоуглеродный вид из всех видов ископаемого топлива да вот но сейчас за фразу что покупайте наш природный газ и это решаете проблему климата можно попасть под суд и такие примеры уже были на самом деле когда гневные потребители признавали эту рекламу и этот способ маркетинга недостойным и подавали в суд на компании да эти вынуждены были значит сворачивать эти воздруги в этом смысле часто можно услышать что вот у России энергетический микс такой почти зеленый да вот это где-то на грани фола мне кажется да все-таки имея ввиду что у нас это примерно 65% это ископаемое топливо в энергетическом миксе да даже не по первичному значку а просто по энергетике но нельзя говорить о том что у нас низкоуглеродная электроэнергия она у нас не такая и на этом фоне например там говорить что вот мы там отводим возобновляемые энергетики ну я имею ввиду солнцу и ветер там 4% в общем объеме производства энергии но это никуда просто просто никуда на самом деле я думаю что задача должна была постоять о замене вот этих 65% да на солнце ветер возможно какие-то разные виды гидры возможно какой-то маневренный атом безопасный но только не о сохранении статуса кво делай вид что у нас дескать очень низкоуглеродная сеть да она не такая она пока выигрывает например у немец потому что там доминирует уголь а у нас доминирует газ но в принципе как-то реагенты сладь хорошо спасибо есть несколько вопросов по регуляторике вы уже упоминали что российский законопроект о сокращении обограничении выбросов в текущем виде недостаточно амбициозен собственно вопрос в том какие вообще есть варианты кнута и пряника в области будущего углеродного регулирования в России и шаги можно сделать с той стороны и стойко знаете это очень хороший вопрос в принципе мы вмеренно работаем довольно большой арсенал методов регулирования выбросов и вот экономических использований мобородной цены в виде налога или виде квоты и неэкономических например технических стандартов или требований как например применяется в Европе в отношении автомобилей да и ну и ну и такие вещи в обратную сторону вы не деньги берете с эмитента а наоборот еще приплачиваете ему за то чтобы он перешел например когда вы решаете проблему реновации зданий несколько брать зато можно получить с крупных эмитентов деньги и грубо говоря отдать их таким разрозненным мелким эмитентам для того чтобы они перевели здание в режим энергопассивного дома и так далее то есть есть полный арсенал в принципе отработаны уже во многих странах во многих регионах идея что сбор денег например за выбросы это не пополнение бюджета а это на самом деле перераспределительные истории вы берете у тех которые бросают и даете к тем кто бросать не будет ну например домовладением да или например системам энергоснабжения тепловым сетям потому что вы не можете брать деньги с тепловых сетей но можете их переоборудовать например на не знаю на теплонасосы вы можете предложить людям размещать солнечные панели на крышах и приплачивать им за это например в Париже это уже большая программа она так и нравится крыши Парижа значит есть карта крыш доступна для размещения на них солнечных панелей и компаниям и частные лица предлагается в общем почти задарма и даже по-моему готовы приплачивать им за то что они будут это делать это довольно развитый инструментарий проблема наша заключается в том что мы никак не можем понять зачем нам это делать и мы себя все время утешаем тем что мы-то свои обязательства по Парижу типа уже выполнили хотя у нас на самом деле почти из малого 2 миллиарда аутстендинг то есть у нас выбросы превышают поглощение примерно на 1,7 миллиарда надо что-то делать но одновременно же мы себе рисуем на 30-й год не падение выбросов дальнейшее а их рост причем значительный процентов на 40 отекущие уровни ну и понятно что если мы себе рисуем рост в качестве цели а не сокращение то незачем регулировать получается еще одна история нам все время кажется что это климат на самом деле я попытался рассказать что это давно-давно уже не климат а это фактически переход глобальной мировой экономики на новый технологический уклад и нам бы не опоздать потому что ну как бы песенки пьет там отряд заметил потери бойца да то есть в принципе 2 процента 2 процента глобального ВВП как бы не мы правим бал по большому счету да но мы можем оставить себе какую-то роль в глобальном отделении труда в глобальной торговле или мы можем выпустить забой и вот последнее бы очень не хотелось вот и поэтому климатическая политика наверное должна была восприниматься как часть новой экономической политики если угодно ориентированной на такой ускоренный переход на зеленые технологии зеленые источники и способ получения энергии и тогда инструментарий регулирования выбросов очень бы укладывался в достижении этих экономических целей даже не столько климатических сколько экономических вот и если мы такую цель перед собой ставим тогда как бы все средства хороши можно делать эквотирование осторожно можно делать налогообложение осторожно можно делать эту систему перераспределения когда деньги собраны сюда направляются куда-то еще тут важно мне кажется определиться с экономическими приоритетами а если мы начинаем вот преамбула стратегии энергетической если вы ее видели она начинается с такого запева о том что вот на рубеже 90-х 20-х годов сложилась благоприятная ситуация когда у нас есть запасы а у них есть спрос а мы сами если мы можем но ребята это было 15 лет назад это корочилось примерно где-то на рубеже десятых годов по большому счету и довольно странно оглядываться назад и пытаться как бы в прошлом искать вдохновение для будущего мне кажется это не совсем удобная позиция лучше мне кажется смотреть дальше вперед а то что было то было и слава богу и я бы скорее всего не повторится это прошлое то есть эти вот те рельсы которые мы проехали отнять снять оттуда и положить вперед скорее всего не получится поэтому смотреть надо смотреть надо на то когда поворачивается мир и что он и куда идут инвестиции и подумать о том что этот поток мог бы значительной части идти не в Китай а к нам а идет мимо нас идет в Китай идет идет в Европу идет в Индию идет куда угодно но только не идет к нам и это на самом деле создает мне кажется опасность для нашей экономики спасибо вам большое за ответ и мы к сожалению уже вынуждены подходить к завершению нашего мероприятия если какие-то вопросы остались вы можете направлять к нам мы их перенаправим анонсируем вкратце следующий вебинар он пойдет в следующую среду 28 апреля в 14 часов по Москве также будем говорить об экономических эффектах изменения климата с представителем компании Натвайд Групп Михаил Несмич вы сказали что вы можете поделиться презентацией да мы можем ее доправлять да конечно отлично все спасибо вам большое хорошего дня до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...